Даже вот не знаю, в чём причина. Я работал, он завис. И вы считаете, причина из-за того, что пельмени в месяц находились в мониторе, да? Ты гонишь мне сейчас сидишь? Чё ты гонишь-то сидишь? Жека, он на глаз посмотрел просто. А зачем мне ещё смотреть-то? Ой, мяско. Ребята, привет. ЕВГ с вами. И вот уже с 17-го года мы снимаем выезды ПК-мастеров на дом и показываем, как они пытаются нас, либо наших подставных ребят, раскрутить на деньги. И вот настало время для следующего ролика. Этого мастера нам подкинули в паблик ВК. Это было ничем не примечательное объявление на Авито. Правда, там отзывы уже были никакие, но мы с ним договорились о выезде на ремонт. Здравствуйте, ждём вас. Раздевайтесь. Можно дать сумочку положить? Конечно. Вызывать мастера мы будем на древнейший компьютер, купленный аж за 2000 рублей. Знаете, на нём даже видео без тормозов нельзя посмотреть. Ну вот смотрите, вот наш компьютер, который сломался. Даже вот не знаю, в чём причина. Я работал, он завис, тормозить сначала стал, потом завис. Я его перезапустил пару раз. И показывал какую-то ошибку, не знаю, я не понимаю по-английски. Встречает его еврей, который за вас может выехать на стрелку или свидание. Выгодные цены? Обращайтесь. Ну, а так он вообще ведущий, тамада, праздники, свадьбы, корпоративы проведёт, ПК-мастера встретит и всё такое. Ну, в общем, заказывает. Конечно, старенькие все дела уже... Ну, по нему видно. Ну, работает. Он прям для меня всё. Может, это отошло. Может, перегрелся. Сейчас посмотрим, что здесь будет. А чистить или не чистить? В смысле, вот от пыли вы имеете в виду или там внутри, как программы или как понять? Нет, сам компьютер, банально от пыли его продукт. Ну, протираем вот внешнюю. Внешнюю, это внешнюю, надо больше внутри за ним следить. Это как? Там же это провода, все дела. А, ну, видно, что уже скрывался, да, потому что у него болтовки на месте нету? Вот нормально ли, что человек сходу принялся за работу, даже не озвучив прайс и цену за диагностику, которую он уже проводит? И по телефону не было предупреждения. Так что вот тут я оставлю голосование. И чтобы узнать ваше мнение, также пишите в комментах, это вот норма вообще? Или я что-то не понимаю? Правильно ли он делает? Как по мне, он вообще охуел, так нельзя делать. Нагревается вон, как печка прям. Я немного вас не понял. Что такое? А компьютером вы один пользуетесь? Да. Так что у вас еще не так давно не будет, не лепость какая-то. А что такое, можешь посмотреть? Так, давайте я его поставлю сейчас, чтобы не рассыпать это содержимое его. У вас как-то тут этот оказалось. Кто? Да, у вас нет ничего? О, пельмешки мои, пельмешки. Как бы мне очень неудобно, сейчас я принесу свою вилку, я сейчас уберу их. Просто они у меня однажды остыли, я решил их подогреть, поставил месяц назад. И забыл принесы совсем. Подогреть компьютер. А может нагревается? Вы что, их сломали? Как сломать? Сейчас я уберу их. Мне кажется, неудобно, но сейчас я уберу их. Ну. Совсем забыл про них, господи. Так и вы вообще приехали, так все неудобно получилось. О, мяско. Да, я бы не стал этого делать. Да? Почему? Аккуратнее. Где-то все на плате лежит. На какое плате? Да аккуратнее ты беди на плату. Засохли уже все. Я не могу убрать их. Отнесу еще. Не убираются, они уже засохли там, уже ни ложкой, ни вилкой не убираются. О, сейчас мы их уберем. Ну, конечно, я понимаю, что вас это смущает, что пельмени оказались в компьютере. Ну, да, первый раз такой же неординарный у нас как-то. После, когда сидел однажды, кушал, что-то поел, да не остыли. Я думаю, ладно, потом поем. Ну, и поставил туда, поэтому болтов-то и нету. На системнике. Во! Вот еще можно вопрос у вас спросить? Да, конечно. По поводу вот как-то улучшить его, усовершенствовать компьютер. В плане. В плане игр даже. Ребята, я вам скажу за мастера, этот динозавр не потянет вообще ничего. Даже GTA первое. Но, если на нем поменять хотя бы процессор, то может в War Thunder он и потянет, ведь он идет даже на ноутбуках. Твой комп, думаю, намного мощнее, так что лови внезапную новость. Самый масштабный военный экшен War Thunder получил крупнейшее за последний год обновление. Теперь в игре доступны современные сверхзвуковые самолеты, советский МиГ-19 и американский F-100 с самонаводящимися ракетами, вертолеты с тепловыми ловушками и управляемыми ракетами Half-Fire, бронетехника, в том числе и легендарный Т-72 и М3 Брэдли, и обширный флот. В общем, техники стало еще больше. Уже можно испытать более тысячи единиц военной техники на десятках карт, с меняющейся погодой и временем суток. И это все с отличной графикой. Детально и до мелочей все проработано. Посмотри, как отстрельные гильзы вылетают из Т-72. Выполняешь задания, сражаешься в одиночку или с друзьями? Матчмейкинг тут быстрый, поэтому ты не будешь подолгу ждать начала битвы. Качай War Thunder абсолютно бесплатно по моей ссылке в описании и получайте в подарок премиум аккаунт и технику для легких побед в начале игры. Как вы думаете? Имеете ввиду... GTA поставить. На нем, да, на нем. Пусть, конечно, он старый, вот что скажете? Вы же опытный мастер. Сейчас посмотрим, но это тяжко будет сразу. Почему? С такими комплектующими уже старевшими. Ммм, вкусно. Ой, упало. Я же не знаю, в чем причина. Кто же не в пельменях? Я вам так скажу. Однозначно вы заляпали тут всю плату. Чем? Я тут вам сейчас ничем помочь не смогу. По-любому надо будет его отвозить на чистку. А тут что не... Заляпали там столько масла, как минимум. Какого масла? Какого масла? От пельменей масла. Процессор. Процессор, если у него с вами придется новый стоять, мы как раз будем подбирать помощнее, чтобы он тянул ваши танчики. Я вот не понимаю это все под процессор, плату, что вы говорите. Все, я не понимаю. Как? Более проще можете объяснить? Более проще, в общем, мне сейчас его нужно уйти с собой. Так. В специальном оборудовании его проверить, починить, почистить. Попробовать привести его в чувство. Там уже дальше будем отталкиваться, смотреть, чего он просит. Неудивительно как будто, что он у вас завис и в перезагрузку ушел. А какая показывает ошибка? Что это значит? Вот написаны эти буквы по-английски. Что это значит? Так. Какая ошибка? Я вам сейчас точно не скажу, потому что я ее даже читать не смогу. Ладно, понятно. Сейчас получается, вы не знаете, да, в чем причина сейчас? Вы не знаете. Естественно, я вам так сразу... Ну, а на месте вы не можете просто посмотреть. Вы считаете, причина из-за того, что пельмени были месяц находились в мониторе, да? Ну, это даже не то, что я считаю, это очевидно. Это очевидно, что это так. И надо по-любому здесь чистить все, продувать и подпаивать. Потому что ваши пельмени могли туда кислить контакты. Вот я вижу, некоторые из них уже отошли. Будут суткаивать. Долго это будет? У меня 2-3 из-за загруженности. Так. Так, вот. Мы его проверим, почистим, там уже видно. Вы давно же работаете в этой сфере? Именно в этой компании нет. Нет, вы сейчас в плане мастера что, вы давно ремонтируете? Пытался сначала сам работать, выезжать, там объявление давал, а потом уже устроился в компанию. Ну, прилично годит, наверное. Получается, вы раньше с вами ездили по адресам без компании? Ну, и мне привозили даже ноутбуки. Хорошо, а по стоимости сколько будет стоить? Если вы его сейчас будете транспортировать к себе в офис на диагностику? Так, как минимум выезд мой 300 рублей. Выезд. Сейчас, потому что вы приехали ко мне. Да, и если мы его увозим, уже на месяц определяем причину, проблему, мы его почистим, сделаем. Ну, в районе 3-4,5 тысяч это обойдется. Это месяц работы. Да. И получается, я понимаю, что после работы, когда вот его уже увезут, там уже отремонтируют, уже продиагностируют, это будет общая сумма 3 тысячи. Ну, в зависимости от сложности работы, да, от 3 до 4,5. Диагностика и все вместе это будет уходить? Ну, дороговато. Ну, да, но вы же еще хотите, я так понимаю, комплектующий поменять, это еще намного дороже будет. Может, тогда я подумаю. То есть, сейчас вы отказываетесь его увозить? Ну, сейчас, да. Не хочу. Вы понимаете, мы с целью, если я вам отдаю компьютер, то получается, с целью уже на ремонт. Ну, естественно, ну, тогда уже и мой выезд, и диагностика, все будет в стоимости. Все будет в стоимости. Да, если мы сейчас его не увозим, ну, как минимум, может быть, плюс диагностика. А я считаю, что это вы не правы, вы сейчас не правы. Не правы в чем? В плане диагностики, да, потому что вы сами не знаете, что сейчас с ним. А там уже только будете знать у себя в конторе. Я вам еще раз повторяю, у вас проблемы с платой. Полторы тысячи диагностик и 300 рублей мой выезд. Это вы злак от работы только на глаз тогда смотрите? Я вам показываю, я не на глаз смотрю. Я вам показываю конкретно отношения. Просто, может, они сгорели. Кто сгорел? Контакты. Ну, так из-за чего они сгорели? Из-за чего они окислились? Из-за того, что там жир и масло, и пельмени были в месяц. Вы сами представляете? Не представляю. Я не пельмени, я там не был. Я могу вам дать сейчас деньги за выезд, эти вот 300 рублей и все. И на этом. Хорошо, я вам выявил причину. Из-за чего у вас он не работает. Я вам показал, хватит. Почему у вас нету бланка даже? Я просто готов его отдать, но... Потому что это не в моей компетенции. У вас даже в бланке с тобой. Где у вас вот сумочка ваша? Это вот, звоните в компанию. Где у вас, что у вас в сумочке вашей, рабочей? Ну, как это? Я же не лезу в ваш чемодан, я не лезу в вашу сумку, я не лезу в ваш комод. Мое-то дело... Сколько вот стоит, вы говорите? Что именно стоит? То, что сгорело. Починить, я вам еще раз повторяю. Почему не починить? Мне прайс, покажи, сколько это будет стоить у вас на прайсе. По прайсу. В зависимости от сложности, надо его продиагностировать на оборудовании уже. Посмотреть. Достаточно будет вот этот один контакт припаять или еще есть проблемы. Прайсу у вас где? Прайса у меня с собой не было. Почему? Еще раз повторяю. Уточняйте у администрации. Да не может быть такого. В чем вообще ваша тогда работа заключается? Просто приезжаете и так на глаз. Ага, это не работает плата. Карла там сгорела, да? Пришло такое на глаз и смотришь. И решаешь сам уже. Смотрите, я с вами на ты не переходил. А я, может, перехожу на ты уже. Потому что ты гонишь мне сейчас сидишь. Что ты гонишь-то сидишь? Хорошо. Гоню. Позвони в компанию. Спроси, сколько это стоит. Посмотри. Будет отличаться цена? Не будет. Я тебе еще раз говорю. Я пришел, я вот эту пельменю. А что мне позвонить? Я сейчас общаюсь с тобой лично. Я сейчас не с компанией. Я в компанию звонил вашу. Я в компанию звонил. Тебе в компанию сказали, что вывезли. Вывез будет стоить 300 рублей. Плюс бесплатно. Бесплатно, мы сказали. Рыжий, выходи, нас обманывают. ЖК, выходи. Здрасьте. Добрый вечер. У вас какая-то проблема? Ты на все слышал? Что происходит? Правительства у него нет. В компанию звонил. От пельменей говорит. Масло провелось, якобы. Рассказывай, рассказывай давай нам. Нет, суть-то какая. Ты отказался от ремонта? Отказался, потому что у меня нет доверия. Ну и что дальше? Давай... Тихо, ты не ори, а какой прайс мы выстрелим? Сколько он сейчас должен? 300 рублей мой вывез стоит. За выстрел. И еще диагностика, как утверждает ваш товарищ. Бесплатно ему сказали, но ничего подобного. Можете позвонить, уточнее диагностику у нас полторы тысячи стоит. Вы сейчас провели диагностику. Я выявил возможную причину. Нет, вы сейчас провели диагностику? Да. Вы считаете... Что значит диагностику провести? И в чем причина того, что ваш компьютер не включается? Жека, он на глаз посмотрел просто. А зачем мне еще смотреть-то? И чем он не включается? Почему? Вот, как минимум два контакта отошли. Нет, но он же включился. Окислились контакты? Нет, он включился. Вы его первый раз включили, включился биос. Там написана была ошибка. Вы видели, что за ошибка там была написана? Я не стал уточнять, что за ошибка была. Если загуглить эту ошибку, то это значит то, что на платье отошла просто либо отошла, либо отсутствует, либо села батарейка. Биос, вы знаете, что там батарейка есть? Естественно. А где она, покажите. Вот она. Где? В общем, смотрите, помимо вашей батарейки, я вам еще раз говорю, я не читал код ошибки. Просто покажите. А, не читал код ошибки. А, ну, такой ты мастер, значит. Я не стал лезть даже в этот код смотреть, я сразу открыл компьютер. Я увидел здесь как минимум два атошельчика контакта, которые окислились. Это как минимум надо почистить и перепаять. Это развод, что ли? Почему? Это развод? Мелкий, но развод. Ну, хорошо. В вашем понятии это не проблема? Ком включился, там написано было в чем проблема. В английском. Не посмотрели, не поняли, полезли в ком. Там лежали пельмени. Пельмени просыпались, контакты окислились. Это повод вывозить. Что, серьезно, что ли? Перепаивать. Серьезно, что ли? Обманывать у нас. По-вашему, что вы должны, как должны компьютер продиагностировать? Как я считаю, нужно. Да. Отталкиваться от своего опыта работы. У него опыт год. Он уже за этот год знает. Я считаю, что вы вообще не продиагностировали компьютер. Вы просто его открыли. Показывайте пальцем на материнскую плату. Вы даже не прочитали, в чем была ошибка. Как минимум надо этот процесс в эту плату перепаривать. А как плата называется? Процессор. Вы не знаете, как материнская плата называется. Вы не знаете, где там батарейка биоса. Вы ее называете процессором. Процессор. Как считаете? Юною-то еще обманывать. Ну, оскорблять тоже не надо. Мы вам оплатим ваши выезды и все, не более. Это не диагностика. Это не диагностика. Потому что я включил его. И загуглил. Я же не ПК мастер, чтобы ремонтировать его, менять батарейки. Вы мастер? Вы сразу администратору объяснить причину вашего. А мы не знали. Ты как это не знали? Товарищ же звонил, он-то не знал. Я не знал даже. У меня такое ощущение, что ваша цель просто увезти его. Зачем? Взять, системник увезти. И вы не знаете, чего там случилось. Вы не стали смотреть. Потому что там более опытные мастера у него сидят в компании. Вы сказали, что вы год работаете. Вы курьер, что ли, или кто? Почему вы даже не разбираетесь? Я у ОЗИ собирался, чтобы вам почистить и перепоять контакты. А это надо делать? А это надо делать. Пельмени, говорит, причина. Ну, вы не разбираетесь с компьютером. Вы разбираетесь с компьютером? Да, я считаю, да. Но вы назвали материнскую плату процессором. Как вы разбираетесь в компьютере? Вы меня не понимаете. Давайте так. Я вам выявил причину. Компания с вами свяжется. Я смогу подтвердить, что я вам выявил причину. Это не выявление причины, это дичь. Я говорю дичь. Ну, это вы так считаете. Все, спасибо. Мы в ваших услугах не нуждаемся. Извините. Выход там. Компания вам подвожу. Да, хорошо. Да, быстро считайте. Хорошо. Сейчас. В принципе, аккуратней, чем менее. Спасибо. Ребята, в общем, такой вот у нас ролик получился. Дичь. Просто дичь. А знаете, этот комп можно было воскресить, просто передернув. Передернув в нем батарейку биоса. Эта ошибка была даже написана еще в самом начале, когда он только включил его. А насчет отошедших контактов, я так и не понял, что он имел в виду. Но, как по мне, человек вообще не разбирался в компьютерах и даже не собирался разбираться. У него была одна цель. Любой правдой и неправдой увезти системный блок куда-то там, без документов, без договорчиков, без всего. И какую цену они объявят по факту за ремонт, если они только еще на месте сказали цену в 4 тысячи. При том, что сам комп стоит 2 тысячи. Хлам. Абсолютно непотребный хлам. Ребята, не попадайтесь никогда на уловки таких вот мошенников. А не то мне стыдно за вас будет. Удачи вам и пока.